всем здравствуйте прямой эфир новогодняя коллекция riches я уже в stories показывала примеры которые буду показывать в течение нескольких эфиров поставьте плюсики кто уже приобрел эту коллекцию коллекция очень удачная там нет каких-то резких таких кардинально противоположных цветов очень гармоничная коллекция с точки зрения вот именно сочетание между собой цветов хотя там есть красный и зеленый но и так как они все сделаны через глиттер и шиммер все равно в контексте остальных четырех цветов все это очень гармонирует всем здравствуйте здравствуйте сейчас могу быстренько показать какие типсы с этим решила что именно сегодня буду показывать ну вот не знают у меня есть вот такой вот вариант вот такой вот вариант ну и такой вот конечно самый замороченный перегруженный вот поэтому не знаю один два или три сегодня будем показывать наверное хотела бы вот такой вариант показать как работать с фольгой вот в таком плане и например вот в таком веселом сейчас очень модные не замороченные варианты дизайна когда они через систему примитивизма сделаны да там например вот вообще вот так поэтому пишите что будем сейчас сделать с вами один два или три мне конечно вот такая вся штука очень нравится пока думаете я сейчас начну делать обзор коллекции мы на имя official world показывали уже эту коллекцию выкраску но я все равно сейчас быстренько пройдусь сделаю наклеечки вообще очень классная коробочка красивый дизайн и в этот раз в коробочке у нас идут подарки подарочки последний момент решили потому что обычно у нас новогодняя коллекция она у нас идет без начинки там как правило только ложечки прозрачные туда и наклейки гель-лака вот этот раз последний момент маркетинга давайте что-нибудь туда положим чтобы вдруг кому-то пригодится и будут использовать для дизайна вот и положили очень подходящие по цвету три фольги положили такую бронзовую красную зеленый зеленый кстати очень красивая видите голографика и в некоторые наборы попали вот такие клепки серебряные в некоторые наборы попала вот такая лента серебряная единственное к сожалению я вас спросила говорю а как определить что тебе достанется клепки или лента сказали сюрприз ну короче угадать невозможно кому-то достанется лента а кому-то клепки вот ну понятно что я работала не только в рамках этих материалов понятно что сделать дизайн нужно еще там краски использовать там без красок никак стразы я еще использовала вот по одной типсе из трех тоже хорошая идея по одной там просто вот этот третий вариант он такой замороченный блин это только на один эфир а вот оставшиеся два варианта я их как раз вот планировала думаю как раз просто две типсы покажу по одной типсе надо подкладывать еще слайдер топ ну цена сразу набора вырастает вы же понимаете так ну что давайте тогда работать сегодня у меня такая подставка сложно так сейчас мы фильтр отключаем интересно как понять фильтр я отключила или нет ну что давайте наверное все-таки вот такой вариант 2 штучки покажу если успею мне кажется я не успею я не могу когда знаете я много вариантов показываю я тогда как в мыле работаю я после эфира тогда выжатая как лимон и мне потом когда нужно повести следующий эфир я себя прям начинаю морально за заставать поэтому мне нравится в кайф вести прямые эфиры когда знаете я не спеша можно говорить болтать вот поэтому предлагаю сегодня не спеша сделать варианты из этого дизайна кому-то например понравится вообще только вот этот вариант да ну как бы достаточно прикольно такая штучка причем это может быть на каждых ногтях разный цвет просто вот в центре асимметричные да а кому-то например понравится или вот такой вариант или например вот такой вариант вообще это самый сложный вот эти варианты они чуть попроще смотрите вот эти вот прикольные тоже нравится простые быстро ничего сложного вот давайте это вот я уже на следующий раз оставлю я единственная девочки писать я перепутала я кажется в четверг москву улетаю поэтому завтра эфира не будет вот поэтому ссоре но зато в пятницу на моем аккаунте будет классный эфир по зимним дизайнам тоже повязанному маникюру настя челюбеева проведет а в понедельник на моем аккаунте будет эфир по акригелям вот выложи пост обязательно до понедельника чтобы вы написали что конкретно показать какие технологии показать из акригеля вот обязательно ричс давайте смотреть ричс так чё подождите это же не то открыла ой ссоре короче как я и сказала сюда решили подай положить вот такие подарочки вот но кому-то достанется вот такие клёпочки а кому-то достанется лента куда я делала вот такая лента я сейчас пока выкрашивать не начала можете прям скриншот сделать видите очень гармоничная коллекция несмотря на то что есть два ярких оттенка но они такие вот особенно под матовым топом необыкновенные что так как сейчас имеет место просто вообще чистый маникюр с однотонным покрытием и даже без дизайна да а сейчас зеленые оттенки очень актуальны покрытия красного вот ну и вот эти конечно крутые все так ну что блин че сразу не приклеила все скажите мне нет бы все приклеить сразу ладно я щас наверное эти наклейки клеить не буду на все ложки я покрою и все на это так ну давайте первый цвет триста тридцать второй я кстати сейчас маленькие взяла да что это 6 миллилитров я взяла цвет шампанского сейчас смотрите его в один слой покажу на одном слое хорошо видно какие разные шиммеры и слюда здесь получается хлопья слюды серебряная мягкая кстати мягкие хлопья и цвет шампанского глиттер так вот этот цвет триста двадцать девятый но этот наверное самый мне кажется ходовой хотя участок кто-то написал что красным цветом покрывают один-два человека в день то прям видите ну да сейчас кстати клиенты стали красный маникюр прям предпочитать раньше красный маникюр у всех всегда ассоциировался обязательно ну там либо с праздником либо с очень короткой длиной то сейчас уже не боятся делают на каждый день в какой же красивый так ну что зелененький 327 какой зеленый крутой у меня зеленый нравится как под глянцевым топом так и под матовым видите прикольно смотрится так вот это тоже он конечно не как цвет шампанского он такое серебро но чуть-чуть шампанским серебром 331 сейчас хорошо на первом слое какие здесь размеры и варианты блесток в одном колере идут 331 темный оттенок у я мне очень нравится зеленый под матовым топом не знаю прям кайф так ну вот этот для любителей темных оттенков номер 330 тоже сейчас вот хорошо видно на одном слое какие блестки идут так ну и конечно финал очка галя я воду разлила сейчас девочки одну минутку так 328 суши воду разлила быстрее собери красный кстати красный знаете какой делали у нас несколько лет просили все сделать похожий цвет на красный воробей это конечно не один в один краска красный воробей но тоже очень красивый оттенок галь принесешь мне потом стоимости набора 9 миллилитров и 6 миллилитров 3 часа то вот так ну все начали делать заранее приготовила ну смотрите так как дизайн такой достаточно яркий видите лучше брать что-то нейтральное если брать например из этой коллекции до из речи 100 вот я предлагаю взять 329 как основу вот кстати он как смотрится на камуфляже этот белый гель-лак тоже по-другому смотрится и можно вот в принципе в один слой один эффект здесь у меня два слоя наносила смотрите но в один слой тоже красиво смотрится видите вот в два слоя и в один слой не в один слой нравится в два слоя нравится так сушен теперь берем фольгу напоминаю еще раз наборы наборы и 9 и 6 миллилитров идет три цвета фольги вот единственное там невозможно угадать что вам попадется вот эта серебряная лента или серебряные клёпки мы сейчас с вами будем работать в принципе только фольгой берем зелененький девочки не смотрите там и суши галь принеси нормальные ножницы на какие-то позорные так понятно что нам понадобится кусочек красной фольги все и бронзовые видите у нас все ножницы убитые перебитые 5 чем не с ножницами потому что мы придяшки галя найди мне нормальные ножницы эти не лучше так короче мне конечно очень нравится вариант когда вот такая вот одна штучка не знаменит очень мне нравится я не буду сейчас одной делать вы ее и так сфотографируйте а сделаем и не обязательно в принципе прям сидеть ровно это вырезать смотрите примерные кусочки вырезаете кривые кривые овальчики сейчас мне с этими ножницами засмеют например так можно еще зелененький зелененький самый красивый теперь берете без разницы какой-то у меня под руками teclas до топ сейчас про сяне кто-нибудь брали у меня пинцет вчера был пинцет сегодня уже нету наносите топ и на мокрый топ тут как оторвется альга может оторваться неожиданно и по-разному не угадаете можно было куски конечно поменьше что-то я зафигачила гиганты ну когда лень можно вот так вот просто квадратик приложить и в лампу кладете не сама поменьше смотрите вот здесь у меня поменьше вырезала сейчас конечно гиганты сделала ну ладно отдайте человеку пинцет все забрали видите гальну принеси пинцет пожалуйста блин я даже не готовила пинцет то чтобы уверена что мне есть на столе тем неудобно все сушите сушите две минуты говорю пинцет да юрий пинцет кто-то забрал сушим две минуты и готовим смотрите сейчас будет нужна золотая импаста это краска без липкости она у вас поштучно продается очень кстати классная краска просто даже для росписи просто для росписи офигенно смотрите вложить можете на что угодно можно на базу можно на т-класс можно на любой топ с липкостью без липкостью чем под руку попала на той ложится мне под руку попался т-класс поэтому я взяла т-класс и вот эти начинаете эту пленочку снимать точные гиганты сделала эти нужно верхний слой пленки снять все сняли смотрите можно сейчас чуть-чуть подпилить где все чё торчит перекрываете финишем уже финально и смотрите как советую сделать я сейчас сверху ничего не пилила поэтому я сейчас один слой перекрыла перекрыла сейчас подсушу и попилю поровняю а потом уже окончательно то что этот дизайн он сделан сверху финиша смотрите это уже на финиш сделано до фольгу я вот вырезала смотрите девчонки можно в принципе не вырезать видели как я последний раз я взяла от линии вырезала просто квадрат положила но не прижимала и она вот так овальчиком оторвалось есть вероятность того что полностью весь квадрат прилипнет поэтому лучше вырезать изначально овальчик да и форму поменьше потому что вы видите я грубанула сейчас смотрите что я сделал я большие слишком сделала ну ладно вырезать и чуть поменьше так и вот здесь вот как раз я вижу что тут здесь у меня что-то торчит все сделала и уже финально еще один слой топа тоже любого с липкостью без липкости ворсинка перекрыли сушим и теперь берем импасту золотую берем кисточку можно так даже чуть-чуть набрать смотрите и перемешать чтобы стало более такая тягучая однородная консистенция блин лиц какое классное золото барокко продается 12 лет краска в неизменном составе смотрите если делать вот такие штучки но смотрите сбоку просто отдельные детальки вот где-то в центре она не выглядит сильно объемно не дает сильно большой толщины цвет фон я наносила 329 вы делаете оправу знаете чем я вдохновлялась это я как-то проводила эфир для клуба и там я делала в другой цветовой гамме мне так понравилось что мы тогда вдохновлялись последние коллекции сваровски а там для сваровски сейчас украшения придумывает очень современная молодая итальянка очень креативный такой дизайнер молодой и все украшения сейчас у сваровски если посмотреть последние кампейны у них они достаточно громоздкие такие большие блин крутые мне мне очень сейчас нравится новые сваровски раньше вот я когда в сваровски заходила все какой-то бабушачья было как выбрать было например мне с моим вкусом выбрать было нечего это я немножко грубо ну а с толщиной чуть-чуть поправлю давайте подсушим чуть-чуть кто помнит курсы золото барокко объемный винтаж так и назывался объемный винтаж вернее курс и там я вот этим золотом делала всякие элементы винтажные лепки винтажных рамок так сейчас кстати попрошу найти тот вариант там другой цветовой гамме хотя нет я сейчас не найду это для клуберов дело это было очень давно вот я вдохновилась тогда сваровски у них вот такое все гигантские камни и на шею ошейники с такими камнями кольца такие браслеты вот мне что-то захотелось чтобы был такой маникюр знаете и с такими вот большими камушками я просто когда фольгу увидела в наборе думаю во эта фольга для этого дизайна понятно что фольгу еще можно отпечатывать вот но фольга как правило отпечатывается не так идеально вот особенно голографика ее например просто отпечатать чисто никогда не получится с голографической фольгой лучше работать вот в такой технике когда вы приклеили просто на мокрый топ и после полимеризации оторвали тогда этот эффект до голографики внутри полном объеме сохраняется я все сохраняю девочки обязательно всегда напоминаю помните о том что есть вкладка отдельная где хранятся все прямые эфиры вот я в stories вчера выкладывала заходите туда и все что пропустили смотрите так но этот вот особенно получился конечно такой знаете я не сказала что это уже камень ну ладно и как и знаете как я говорю испорченных дизайнов не бывает бывает незаконченные любой дизайн его можно исправить ну так как правило будет прикольно смотреться это если будет например два больших пальца и все и больше вы этого дизайна на других пальцах не увидите вот это прикольно будет особенно как раз у кого длина небольшая ногтей и такие два пальчика больших которые набирают текст на телефоне будет очень весело смотреться вот именно знаете как весело нельзя сказать что это так знаете благородное эстетично маникюр для леди нет это для тех кто любит веселиться как я смотрите как кайфово это когда смотришь и просто радуешься и маникюр делаешь не потому что тебе нужно уход за руками за ногтями там чтобы у тебя подходило все под гардероб нет и делаешь маникюр потому что он тебя бессилит смотрите два больших пальчика все а эти ногти они будут успокаивать этих два больших пальцев и они будут просто однотонные просто однотонные да это не камень это булыжник вам что самое главное технику посмотрели здесь у меня видите чуть чуть поаккуратней размер сделан здесь нормально так сделали теперь берем текст он напоминаю текст он золото серебро у нас продается в наборе галя а принесение цветной текст он нам понадобится сейчас золотой и еще как раз к слову пришлось напоминаю о том что у нас продажа сейчас есть небольшая партия мы привезли цветной текст он мы просто снимали с производства и он не продавался продавали только золото и серебро сейчас про текст он опять все вспомнили я всегда говорю никакие материалы никогда не выкидывайте все всегда циклично это знаете как за фольгу матовую забыли на 10 лет через 10 лет они вспомнили сейчас дым на матовую фольгу так кто пишет не служанка секретарь мой галя нам не все приносит уносит все убирает за мной личный секретарь знаете такое галя тебя служанкой обозвали гальтыш не так воспринимаешь когда я тебя дергаю скажи мне гадости не говорили так смотрите напоминаю что у нас появился цветной текст он я вижу уже все поняла смотрите розовые черные и синих чистом виде не рекомендую их использовать рекомендую их намешивать вот золотом намешивать рекомендую рекомендую намешивать серебро потому что в чистом виде конечно пигмент который содержится в них он как слишком плотный плохо держится под топом поэтому лучше вот разбавлять вообще так как знаете я называю их красители это как красители для золота и для серебра текст он можно заменить пигментом текст он можно заменить пигментом сейчас многие покупают пигменты они с таким же эффектом хрома вот но по мне так проще купить текст он во первых комфортно работать потому что с пигментом что страшно в есть вероятность того что твой пигмент все равно прилипнет к топу и ты фиг уберешь его не знаю я понимаю что пигмент текст он выглядит одинаково вот но если у вас этого пигмента нет специального который дает эффект хрома какая разница чтобы покупать пигмент либо текст он этот текст он нам удобно работать намного вы можете сделать тонкую художественную прорисовку какую-то вязь из рисунка золотого блин там возможности все равно больше а с пигментом ты должен нарисовать обязательно а потом втереть на этот рисунок а текст он нам можно просто по глянцевой поверхности без остаточной липкости рисовать ничего перед этим не наносить текст он лучше сушить феном самым обыкновенным вот но я сейчас не буду показывать это в камеру я просто положу в лампу он принципе в лампе хорошо высыхает это вообще краска на основе растворителя просто она от горячей температуры быстро испаряется от горячего воздуха фена еще быстрее испаряется все сделали и вот вариант который мне еще один понравился это когда мы берем и делаем просто вот такое вот конфетти из мелких квадратиков вот в данном случае здесь просто нужно так натянуть смотрите чтобы кусочек было удобно что-то сегодня день не задался мне что не ножницы они все тупые эти вообще какие-то не острые фольгу портят ну что ж ничего страшного как вы знаете говорит мой сын маленький ничего страшного я ему тоже отвечаю ничего страшного он мне вчера представляете что сделал взял мои акриловые краски для живописи вы знаете что акриловая краска не отстирываются короче выдавил два цвета размазал руками на столе увидел что испачкал руки начал пытаться все это вытереть испачкал кофту новые спортивные штаны я когда увидела это у меня все у меня шок был я забыла кстати это в сторис показать это прикольно ну а так что он не сказал что мамочка ничего страшного я даже ругать его не смогла да ничего страшного так надо и по жизни ничего страшного я конечно кипятком залила эту одежду в надежде что там как-то размягчится этот акрил но он так объелся в волокна что из волокон ты его не достанешь я говорю благо одежду я недорогую детям покупаю меня все в очень дыме купленная потому что мальчики на мальчиках все вся одежда она просто горит так не жалко так кстати хорошо видно что же текст он приобрел видите такой эффект металла если найдет этот эффект чуть-чуть теряется потопом но буквально вот чуть-чуть смотрите здесь вот топ уже нанесет на камушке а вот здесь не нанесем есть небольшая разница если присматривается вот присматривается ну прям вот не совсем небольшая вот на сюда дать ребенку обратно краски сделать дизайнерский костюм хорошая идея так ладно пусть пока еще подсохнет то что смотрите если текст он не сохранил этот цвет золота хрома а все-таки помутнел это говорит о том что вы все-таки краску текстона не досушили и нанесли топ этот тогда он разъедает в этом случае ничего страшного снова берем 329 умер эти как на камуфляже смотрится и как смотрится на прозрачных ногтях круто будет кстати сделать наращивание на новый год прозрачным гелем точно я кстати уже говорила что я хочу маникюр сделать именно этой коллекции часть ногтей сделать зелеными вот я думала какую пару взять я наверное вот этот цвет пару возьму кажется надо вот его в пару брать смотрите ведь классно будет на прозрачные ногти нанести есть разница да на камуфляже мне больше нравится на прозрачке ну да я тоже согласна дети глаголят правду относитесь ко всему проще я согласна девочки здесь наши конечно я это поняла уже только к четвертому ребенку поумнела а так есть конечно вот раньше бы я ругала за испорченную одежду я к сожалению ругала раньше глупая была не понимала так смотрите здесь конфетишки мы их потом пленочку с них снимать не будем смотрите здесь вот их был просто выкладываете а так как вот например сейчас вот такие дизайны примите в стиле примитивизм модно делать именно на все ногти например здесь на каких-то ногтях можно много сделать а на каких-то капельку можно вообще полностью заполнить единственное а потом обязательно нужно нанести топ ну знаете какой лучше топ наносить а принесите мне топ с липкостью эми мы редко его юль используем ты поняла вот именно топ с липкостью сейчас вот покажу топ который идеально подходит для перекрытия дизайна вот особенно такое когда спалига много глиттера когда нужно чтобы идеальное ношение было чтобы запечатать хорошо дизайн вот лучше брать не теклас в этом случае а вот у нас есть топ с липким слоем у него кстати тоже хороший блеск он чуть-чуть жестче чем теклас он не такой резиновый и вот по ощущениям что он лучше закрепляет дизайн правильно галя какая ты молодец спасибо тебе большое это чтобы они не думали что я к тебе как служанке отношусь нет на лишь так обозвать то моего секретаря конечно когда катя ведет прямой эфир все летают шуршат и мне помогают и смотрите вот и когда мелко аккуратно нарезали смотрите ничего не торчит смотрите все хорошо лежит я сейчас выкладываю на мокрый топ да дети мир познает все правильно меня испорчены кстати все столы но мне всю мебель начал портить еще третий ребенок он тоже такой вот был пластилин раздавить размазать поэтому это было интересно руками краску размазать все сушим вот столы у меня все покорябанные они все у меня в краске акриловой они у меня всех пластилине вот он топ это топ кстати я его очень редко показываю почему вот сейчас объясню смотрите вот если брать мастеров именно в жизни они больше работают вот этим топом с липким слоем но так как я постоянно работаю с типсами да и чтобы сэкономить время ничего не обезжиривать то я постоянно беру т-класс понимаете топ без липкости но в идеале вот это топ с липкостью он намного прочнее т-класса но так как нам всегда лень обезжиривать редко его используем поэтому я сейчас беру один слоем сначала нанесу суши если где-то что-то будет торчать тоже можно снять липкий слой пройтись пилочкой чуть-чуть подпилить но у меня вроде все хорошо не сильно там не торчит смотрите вот я один слой нанесла уже в принципе можно оставлять по идее не должно ничего сколоться потому что это топ с липкостью но так клиенты конечно бывают кто работают с коробками домохозяйки работают постоянно с клавиатурой то им конечно лучше два слоя и вот такое контрольное движение запечатывающие по торцу топ бриллиант смотрите топ бриллиант это классический топ это жесткий топ если брать например по качеству защиты дизайна то наверное то бриллиант он еще круче чем вот этот топ с липкостью но у классических топов есть один большой недостаток они не обладают таким блеском который у гель лаковых топов поэтому вот сейчас популярность последние пять лет не важно если ты даже классикой работаешь все равно топ используют гель лаковый вот бриллиант у нас все равно есть любители его берут этому топ уже лет десять вот хороший надежный так уложиться это же из банки моего а нет он уже у нас по флаконе но он более апостозный конечно да все и снимаете липкий слой что прикольно мне вот так вот нравится единственно заранее нарежьте это все чтобы у вас она просто хранилась на по нарезанном виде так здесь что мы делаем смотрите здесь я беру теклас и аккуратными движениями я по одной штуке делаю вот так вот перекрываем почему по штуке если сейчас все три ковыряться перекрывать во первых будет толсто я ведь я стараюсь только в центр нанести и саму кромочку по покрыть и сделать это тонким слоем если на все четыре наносить может получиться как а он начинает разъедать топ теклас поэтому я по одной штучке делу можно было бы взять отдельную кисть чтобы это было аккуратней но так как я барышня ленивая мы сейчас максимально сняли все с кисточки и вот таким тонким слоем нанесли сейчас я говорила про топ из гелевой системы он называется бриллиант а это топ с липким слоем даже видите эмилак гель полиш так вот это по-моему я еще не сделали и смотрите что я сейчас буду делать чтобы например джемте гель кто знает что джемте клер есть до прозрачный джемте клер пастозный и можно в одну каплю не спеша сделать вот такие высокие формирования и при этом у него нет липкости короче очень классно комфортно но что я делаю опять же все от лени берем теклас кисточку эту же из флакона ну тоже опять же можно взять отдельную все-таки кисть и это делается очень быстро единственно смотрите и быстро в лампу чтобы он не успел стекать эти прикольно как получается и тогда получается такой эффект кто-то сказал булыжников единственное здесь нужно знать и следить за клиентом потому что если она руку положит как обычно вот эти например могут потечь поэтому нужно ноготочек немножко вот так положить вот смотрите эти их не такие объемные делаем да с джемте клер нужно быть очень аккуратным он очень чувствительный как только какой-нибудь сильный свет от освещения ламп настольных и вы работали с открытой банкой все ему шиндец поэтому я всегда пленочку не снимаю достала на палитру положила и пленку закрыла потом еще крышкой и убрала в темное место джемте а мне лень за джемте эти поэтому вот что я сделала вот это прикольно еще дополнить стразами почему стразы они немножко перебьют вот этот большой объем мне тут конечно не густо со стразиками это для динамики надо добавить маленькое большое было опять же видите страз уже практически нету поэтому какие цвета остались они все подходят здесь же можно эти клёпочки добавить тоже ведь у меня где-то стразы где-то клёпки до страза они чуть-чуть уравновешивают главные элементы главные элементы здесь дизайне они большого размера и мы добавляем элементы поменьше второстепенные элементы композиции я люблю такое иногда делать весело да это не для всех клиентов не все это захотят и это надо уметь продавать в первую очередь это нужно самому быть таким мастером который носит такой маникюр да стразы лучше клеить на базу макси вообще рекомендую базу макси покупать не потому что это база а покупать это как клей для типсов я даже вот предлагаю мы в будущем планируем выводить эти продукты из ассортимента базу макси базу медиум и я вот хочу базу макси оставить но выпустить как новый продукт назвать клей для типсов реально классно держит вообще просто железобетонно покруче чем на обычный клей прям рекомендую купить базу макси но не для того чтобы моделирование ею делать на ногтях вот а купить чтобы стразы на нее клеить забыла куда я тут планировала то костра словила медиум хорошая база зачем выводить ну мы два года делали новый продукт понятно что это будет процесс медленные поверьте мне если мы увидим что все таки спрос на базу медиум не падает а ну человек искренне хочет именно работать только медиумом то мы этот продукт не уберем так ну что все вот такие у нас веселенькие дизайны я все таки с фильтром работала ну надо же никак не могу въехать как отключать фильтр каждый раз путаюсь думаю что отключила точно и сейчас не отключился как вы же ты сволочь отключаешься хотите кстати мои глаза без фильтра посмотреть вот я отключила вот у меня глаза конечно эту замазюкала сегодня потому что нам сегодня урок нужно для маникюра переснять с верой мирошниченко вводный я думаю в очках точно снимать нельзя будет вводный урок который там в течение полутора лет будут показывать вот посмотрите как хорошо мне наконец нету вот этих вот грыж понятно что складочки остались вот но я когда сделаю токсин сейчас просто токсин колотила рано и оксиамин буду колоть принципе мне очень нравится результат очень натурально получилось покажите пожалуйста результат ну давайте сейчас еще раз типсы покажу ой слушайте я заставку не сделала для моего так как у нее заставку придумать сейчас я знаю что у меня будет смотрите у меня есть синенькая тряпочка это будет у меня обложка для эфира а я липкий слой не сняла с этой типси так девочки спасибо большое за внимание сейчас кто из клуба в 12 часов переходите в аккаунт клуба буду показывать другой прямой эфир так ну вот что у нас получилось девчонки я вовремя обложку сделал для эфир сейчас прямо же выложу смотрите коллекция правда обалденная ричис мне конечно все нравится мне нравится упаковка мне нравится подбор и цвет прям вообще все очень гармонично и и клиенты да выбирают даже такие оттенки как зеленый 327 и чаще его покрывают все таки глянцевым топом потому что мне самой конечно зеленый в этой коллекции нравится под матовым топом вот я в салоне была недавно спрашивала говорю что покрывают ну вот зеленый прям выбирают не бояться раньше было такое сдержанное отношение к таким оттенкам зеленый например на ногтях зеленый воспринимали только как в гардеробе но не точно на маникюре и сейчас тренд который идет еще с прошлого лета вернее лето которое сейчас было закончилось клиенты становятся смелее как вчера стилист мне сказала что клиенты с каждым месяцем прям смелее смелее к ярким цветам раньше только базовый гардероб это значит черный белый бежевый там джинс то сейчас базовый гардероб это и чисто синий чисто красный чисто зеленый да скажите про ангел а что значит про ангел что в клуб а катя когда про ангел коллекцию эфиры будут смотрите я сейчас буду очень много вести эфиров все я поняла этого коллекцию у меня знаете у меня в голове одна эзотерика у меня сразу ангелы перед глазами я вам сказала смотрите в пятницу будет прямой эфир Насича Любеева у меня будет вести будет очень много с вязаным маникюром причем я и нашла классные референсы прям знаете такие и современные будут и классические варианты вязаного маникюра в понедельник будет акригель обязательно я сейчас спрошу в комментариях попрошу вас написать какую конкретно технологию показать с акригелем в понедельник в 2 часа ну и тогда с ангелом поработаем на следующей неделе ну в понедельник я начну выкладывать расписание сама я проведу на следующей неделе я думаю 1-2 эфира точно минимум в клубе сейчас будет у нас балмейн коллекция осень 21 давно на нее смотрю и вот мне все время хотелось с ней поработать поэтому сейчас клуберы переходим в клуб и будем с вами делать моду все девочки хорошего настроения что посмотреть где эзотерика это грех ну в моей реальности это не грех вот где посмотреть расписание я выкладываю обычно в сторис просто периодически просматриваете мои сторис я на эту неделю еще выложу расписание по прямому эфир на этой неделе остался еще один прямой эфир он будет в пятницу время я напишу на следующей неделе точно будет в понедельник прямой эфир и еще 1-2 эфира от меня будет также на моем аккаунте можете рассказать об инстапрактикуме практикуме для мастеров от эми ну смотрите мне наверное лучше этот эфир тогда с Ирой корытиной провести я поняла что вы спрашиваете сейчас просто уже времени и нет отвечать на это я либо попрошу иру сторис написать и выложу себе в сторис точно чуть более подробно рассказать сейчас я даже скриншот сделаю так Катя забыла как делать скриншот если смотрите база макси заблустела разбавить уже ничем нельзя продукты гель лаковые они все очень чувствительные даже к теплу к лампам настольного освещения вот ко всему будет стоять закрытый даже бутылек но в районе рассеянного ультрафиолета смотрите даже если вы вовремя опомнились там может запуститься реакция она будет идти очень медленно и там через какой-то промежуток через месяц вы обнаружите что она заполимеризовалась а вспомнить не вспомните что там месяц назад она у вас постояла в районе рассеянного ультрафиолета а там уже ничего сделать нельзя в клуб вступают раз в месяц там абонемент как в фитнес-клубе ежемесячная оплата идет списывается с вашей карты если вы ставите себе автомат автоплатеж вот заход в клуб только раз в месяц ну это обычно Вера Мирошниченко моя все выкладывать у себя в сторис про клуб у меня очень мало информации потому что у меня в основном упор идет на дизайн ногтей все всем пока-пока все девочки я поняла про практику сейчас попрошу Иру мне сторис написать потому что я сейчас что-нибудь скажу не так не то я вечно там путаюсь потому что там у нас же команда во имя онлайн она огромная и многие проекты например сейчас этот практикум он идет я так поняла там я и Ира и Ира Корытина но я вот знаете вот как нюансы все время путаюсь в нюансах все всех люблю смотрите посылаю вам прям вот свои хорошие положительные эмоции дарю вам сегодня хорошее настроение обязательно забирайте его себе сейчас впереди куча клиентов рабочий день и работаете в удовольствие как только перестаете чувствовать удовольствие мы падаем в депрессию поэтому нужно просто поменять фокус на положительное и видите вокруг только положительное что-то меня поперла все девочки все пока пока не забудьте отлайкать пожалуйста комменты хорошие написать так приятно когда есть хоть какая-то активность сейчас инстаграм видите он все режет кроме рилс и понимаете я когда вот эфир выкладываю и там ноль реакции вы понимаете у меня такое ощущение как будто вот я отдала понимаете отдала и получается у меня как почему бывает вот очень сильно падает энергия после прямого эфира если в обратку ничего не вернулось это я не восполнила свою энергию знаете как принцип бумеранга если вам дали что нужно вернуть вот и вот это вернуть можно под прямым эфиром в виде вопросов какие у вас остались после прямого эфира я как раз сейчас задам в комментариях вопрос какую конкретно технологию буду показать вам с акригелем в следующей понедели пока 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 нажимаем пока Продолжение следует...